Валентина Муренкова, бывшая монахиня. И мы находимся в очень интересном месте. Вот я покажу сейчас. Мы находимся во дворике бывшего монастыря доминиканского. В старом Таллине. Очень здесь красиво. По-особенному притягательное место. И вот дух этой монастырской жизни, он себя манифестирует вот в этих постройках, этих лестницах, окнах, решетках монастырских и так далее. И мы здесь не случайно, видимо, оказались, потому что вот мы сейчас наслаждаемся этой атмосферой, вот этого дворика монастырского, да. Но что творилось с этими монастырскими стенами, мы не знаем и можем только догадываться. А Валентина знает, что происходит в монастыре, какая там жизнь. И 17 лет, да, ты... Ну, 17 лет в церкви вообще, 12 в монашеском постриге. 12 лет в постриге монашеском. И ты знаешь очень хорошо эту жизнь. И изнутри, не фасад ее, а именно изнанку. Вот что ты здесь чувствуешь? Вот твои какие ощущения? В связи с твоим опытом, да? Мне, конечно, трудно представить себе, что было в Доминиканском монастыре, тем более в средневековом Доминиканском монастыре, в чем дворе мы находимся. У меня все-таки опыт современных монастырей российских. Вот я была в женском монастыре. И при этом ездила к духовнику мужской и знала близко жизнь нескольких монастырей мужских и женских. Поэтому могу судить о нынешнем состоянии. Правда, тоже уже прошло 10 лет, как я покинула эти святые места. Поэтому как бы 10 лет не такой большой срок. Тем более я понимаю, что там ничего не закончилось. С моим уходом там все продолжается. Вот поэтому представление имею. Вот скажи, пожалуйста, Валентина, как ты относишься вообще к шуткам над церковью? Вот меня здесь упрекают, что я какие-то шуточки, подколки, выпаду в сторону церкви делаю. Ведь когда ты была в монастыре, тебе было не до шуток и не до смеха, да? В монастыре шутят, но не так много, смеются тоже очень мало. Есть такой великолепный труд для тех, кто хочет понять, что такой хороший церковный юмор. Есть такая невероятно великолепная писательница Майя Кучерская. И вот она теперь уже лет 12-15 назад написала потрясающую книгу, которая просто взорвала все сообщество вокруг да около церковное. И церковное в том числе. Книга называется «Патерик для впавших в уныние». Где она собрала и великолепно обработала и церковные анекдоты, и невероятные истории всякие, и свой какой-то опыт. Вот для тех, кто действительно впал в уныние и не знает, как вообще можно шутить в церкви, вот очень советую. Я была счастлива, когда познакомилась Майя лично. Вот, ну, необыкновенный писатель, писательница. И, в общем, вот советую. Вот что касается церковного юмора, вот эта книга прежде всего. Потому что ее кто обвинял, в чем ее только не обвиняли. Ну, книга великолепная. Вот. Потому что особенно там есть такой замечательный глава, «Чтение для воскресной школы». И вот некоторые воспринимали ее как бы за чистую монету. В общем-то, ну, вот так. Это про юмор. Ясно. Вот нам тут пишут. «Сам долго находился в монастырях трудником и наблюдал, как уходят монахи и иеромонахи в мир, заводят семьи и детей и живут хорошо. Раньше вообще уходили туда отставные вояки. Особенно кому некуда. И калеки, и попы, которые развелись. Монастырь для тех, кто не может жить в Геру, приспособится и не хочет жизни иной. Ты согласна с этим? Да, да. Там есть, в общем, скажем так, там же не всем плохо. Там есть люди, которым хорошо. Действительно, там есть много бывших военных, особенно прошедших горячие точки. Афганистан, там Чечни, увидевшие смерть. Там есть такие люди. Действительно есть. И я не хочу сказать, что это всем там плохо. Было бы плохо, их бы давно не существовало. Но бывает такое, что человек, например, с какой-то психотравмой туда приходит, и первое время ему хорошо, а потом может психотравма исцелиться. Или он сам изменится, или просто, что называется, время вылечит. И вдруг человек понимает, что ему уже хочется еще какой-то жизни. Таких историй много. Это не значит, что люди плохие, или они там изменники, или предатели. Просто у них, они изменились. Мы все меняемся каждый день. Как говорят, что не меняются, только клинические идиоты. Невозможно оставаться даже через год прежнего. А уж через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет. Мы совершенно другие. Даже ученые говорят, что у нас уже все клеточки поменялись. Мы полностью обновляемся, каждые сколько-то лет, три. Не буду утверждать. Но, в общем, мы постоянно меняемся, даже на клеточном уровне. И невозможно оставаться с одними и теми же идеями в голове, с одними и теми же чувствами, мыслями. Это невозможно. Поэтому у всех своя судьба. Енина пишет. Прекрасная женщина с интересным опытом, ищущая смыслы. Максим, у вас классный смех, заразительный. Я, видимо, смеялся очень много. Спасибо. Ищущая смыслы. А ты нашла смысл? Да. В чем смысл? В самой жизни. Вью-уроках, прохождение этих самых уроков. Уроков в том, что мы получаем уникальный, удивительный опыт. Каждый день, каждый час. И никто нас за это судить не будет. Наш опыт идет в копилку всего человечества. Причем как негативный, так и позитивный. В этой копилке все важны и все нужны. И каждый наш поступок и выводы, которые мы из этого поступка делаем, не важно, он может быть жестким, этот поступок, это может быть ошибка. Но в любом случае мы получаем бесценный опыт и можем с ним поделиться. И этот опыт в конце концов идет действительно в копилку всех нас. Это очень воодушевляет. Я бы сказал, что действительно в копилку идет тогда, когда ты о нем рассказываешь. И вот сейчас Валентина не только интервью дает нашему видеоканалу, но и пишет книгу. И уже написана где-то треть книги. Я надеюсь, что очень скоро книга будет написана полностью. И мы сделаем презентацию здесь, в Эстонии. И она будет в интернете опубликована. И вы сможете прочитать практически все, что пережила Валентина. Потому что в интервью все и невозможно рассказать. Безусловно. Какие-то детали будут. Ульяна пишет. Прекрасный опыт души. Прихожу к выводу. Сначала нужно реализовать себя и потом выбрать путь. По поводу смеха ведущего. Как раз он не злобный. Наоборот, такой детский. Благодарю ведущего за легкость и позитив. Согласна. Но это я о себе любимом тоже не мог не прочитать. Конечно. Любой жизненный опыт может оказаться полезным. В случае с Валентиной, это как минимум снятие розовых очков. В общем, так как видно, Валентина очень наивный, романтичный человек. Да, конечно. Ну, уже не наивный, конечно же. Потому что жизнь в монастыре, благодаря этой жизни, ты рассталась, наверное, со всеми своими иллюзиями, правильно? С церковными иллюзиями рассталась. Но я по-прежнему остаюсь доверчивой, наивной. В общем-то, не вижу в этом ничего плохого. По крайней мере, это такие детские свойства души, которые помогают очень быстро восстанавливаться. Вот как раз, когда они исчерпываются, тогда бывает нелегко. То есть будете как дети все-таки, да? Ну, это весело и приятно в любом случае. И много праздников и подарков. Александр пишет, бывших монахи не бывает, перебесится и вернется назад. Мы уже отвечали, что да, не дождетесь. Еще раз повторю. Мне бы хотелось ответить на вопросы. Вот мне тоже люди пишут. Всех очень волнует вопрос, что делать после? Удалось ли мне сохранить веру? Это такие глубокие вопросы, потому что людям не безинтересно, есть ли жизнь после церкви. Хочу сказать, что есть. Она великолепная, она прекрасная. То есть я об этом уже говорила два года назад, еще повторю, что с каждым годом мне все легче и легче. Жизнь все прекраснее и прекраснее. Все больше радости в ней, счастливых каких-то событий. Но счастье это вообще не событие, это состояние души. Вот в этом состоянии я очень часто нахожусь. Другое дело, что его не всегда можно удержать, потому что прежние психотравмы иногда дают себя знать. Такие вот депрессивные состояния бывают. Но они связаны, ну, просто, скажем, даже не столько с тем, что это какой-то духовный был, допустим, опыт негативный, а в том, что я в этих своих исканиях потеряла себя как художник. Да, я состоялась как церковный художник, но поскольку сейчас это было бы странным, если бы я оставалась церковным художником, не будучи верующим человеком, то я сейчас ищу себя как художник. Вот, может быть, найду через то, что я найду себя как писатель. Вот, это тоже интересный момент. Вот, то, чего мне сейчас хотелось бы реализовать как художнику, это совсем никак не связано ни с иконописью, ни с какой-то традиционной живописью. Хотя я занимаюсь вот и графикой такой, и скетчингом делаю, ну, в общем, занимаюсь скетчингом, рисую, но мне хотелось бы каких-то совсем новых форм в искусстве. Вот то, что называют современным искусством, вот это вот, это то, чего мне хочется, чего-то большого, грандиозного, такого интересного, совсем нового, ни на что не похожего. Вот в этом я себя сейчас ищу. Вот, а что касается, сохранила ли я веру, то нет, это совсем не то, что я сейчас испытываю, потому что вера нужна человеку, когда у него нет знаний. Я сейчас точно знаю, как оно все есть. Оно внутри это знание, не потому, что я такая умная, или что-то такое, просто каждый из нас с этим знанием рождается, приходит в мир, а потом мы его забываем. И вот самое важное, вспомнить все то, что мы забыли. Я думаю, что, Валентина, вот после того, как ты книгу напишешь, обязательно будет и восцвет твоего художественного творчества. Хотелось бы. И мы увидим, обязательно мы снимем сюжет, обязательно расскажем нашим зрителям о художественном творчестве, Валентина. Вот Алекс пишет, автору канала советую поучиться у нее, то есть у тебя, манерам, а то вот такой гогот многих отпугнет и заставит перекреститься. Не знаю, мне Максим нравится. Так, дальше. Женщина, Алекс пишет, а женщина очень культурно и деликатно высказывается о своем опыте и о людях, с которыми столкнулась на пути. Не кричит, что все сатанисты и манипуляторы, а могла бы. Честно говоря, иногда очень хочется покричать про манипуляторов, вот, но тут очень важно понимать, что каждый человек, который нам встречается в жизни, и даже если он нам дает очень жесткие уроки, то это наш учитель. Потом эти люди были мне очень дороги и до сих пор остаются очень любимы, вот, и время проходит, и с любовью ничего не делается. У нас могут быть разные идеи, но все то, что нас соединяет, вот этот когда-то бывший душевный резонанс, он остается. Единственное, что мне горько как бы, ну, это не горько, это такое философское отношение, потому что пока что, вроде как по разные стороны, ну, не баррикад, а стены какой-то такой большой. Но я знаю, что придет время, и когда мы покинем границы этого мира, то там никаких стен не будет. Я знаю, что это все равно самые родные, близкие, родственные души мне, и у нас еще вечность впереди. Просто вот по сюжету этой пьесы, этой жизни, у нас вот такие роли, и мы преподали друг другу уроки взаимно. Вот. Пьеса закончится, занавес поднимется, мы снимем маски и узнаем друг друга. и я знаю, что, как бы, вот это тепло, любовь, оно никуда не денется, это все никуда не денется. Это мои любимые, родные, душевно родные, духовно родные люди. Вот еще комментарий. У прошлых православных старцев было всю дорогу по одному, или три послушника. Игнатий Брянчинин о своих современниках. Душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Старцы, принимающие на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарования. Да, есть такое. Вокруг старчества вообще очень много шарлатанства. Действительно. Вот. Я уже говорила об этом, что тот, кто действительно имеет дар прозорливости и дар духовного руководства, он настолько молчит об этом, он настолько разборчив. И это так тяжело, что вот, ну, я не знаю, с чем это можно сравнить. С лечением, наверное, тяжело больных онкологии или с чем-то еще вот с таким вот. Вот это вот душевное исцеление, душевное водительство. Даже если мы говорим сейчас об очень здоровых традициях, там, то, что происходит сейчас, это вообще грустно и печально, потому что большинство старцев мучилось этому, старцев мы их назовем, это просто уже не молодые люди, поэтому их воспринимают как старцев, но зачастую они духовно очень неопытные. А потом возникают такие вот всякие обольстительные состояния, и в этом виноваты прежде всего духовные чадо, особенно такие экзальтированные дамы, которые батюшку начинают восхвалять, говорить его о особых дарованиях. Вот он сначала от всего этого отказывается, 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 а потом культ личности его зреет, зреет, зреет с толпами вот этих вот духовных исчадий, как их называют. И в конце концов, ну, в церкви, называется, впадает в прелесть, а то, что мы видим сплошь и рядом, допустим, у политиков, у кого-то еще, если им долго говорить, как он хороший, то, ну, самокритика куда-то девается. Он действительно начинает верить, что он такой необыкновенный. Вот. И там, к сожалению, в таких общинах процветают, ну, самые-самые-самые негативные вещи вот к духовной жизни, которые никакого отношения не имеют. Вот, кстати, о негативных вещах в монастырях. Вот наша зрительница Визида Мергалимова обратила внимание на комментарии к ролику, где ты, Валентина, говоришь о Троице. И вот забавно, как оскорбила всех богохульная мысль о Троице, но никто не опроверг факты о гомосексуальности. Ну, да, и такое есть. Я, как бы, долго думала, стоит ли оставить в ролике эту фразу, но я действительно так думаю. Вот. Не вижу в этом, так сказать, я себе позволяю думать то, что я считаю нужным. Позволяю на эту тему высказываться, но при этом, конечно, не хочу оскорблять ничьих чувств. Опять-таки, зачем человеку церковному, духовному, глубокому смотреть все это? Ну, не смотреть эти ролики, только все. Мы, слава Богу, живем в стране, где есть свобода слова. Совершенно верно. И что такое свобода слова? Свобода слова это когда ты не думаешь о последствиях свободы слова. Так что можешь говорить все, что у тебя на душе. Именно поэтому я уехала из России и мне здесь хорошо. Реально хорошо. Это стоит вырваться оттуда, чтобы понять, как прекрасен мир за забором. Тем более сейчас, когда эти безумные законы защиты чувств верующих. Извините, а кто-нибудь будет защищать чувства неверующих, например? Они такие же граждане. Они точно так же платят налоги, между прочим. И все остальное. Служат в армии и так далее. Не обязаны все быть верующими. И теперь под эту защиту все что угодно человеку можно пришить. Ну, загляните в газеты, по телевизору такое, конечно, не показывают. Послушайте правозащитников, что творится вообще на эту тему. Сколько людей сидит. За лайки. Вот так вот. Хотите вы жить в концлагере. Ну, пожалуйста, живите. Наш зритель Диоген Лаэрдский Потрясающе пишет, хочу познакомиться с Валентиной. Познакомьте меня с этой прекрасной девой. Ну, не дева совсем. У меня дочь взрослая, между прочим, если уж на то пошло. Вот. С удовольствием познакомлюсь с Диогеном. Так. Духовная женщина сразу видно. Спасибо. Ну, не знаю, что такое духовное, но что-то такое есть у нас у всех. Мы все духовные. Живые духом, и душой, и телом. Соединяем в себе три ипостаси. Поэтому каждый из нас, собственно говоря, Святая Троица. И каждый из нас Бог. Вот это в себе увидеть и в других это тоже счастье. Большое счастье. После этого вера не нужна. Ты это знаешь? Да. Так. Бывших монахов и монахи не бывает. Ты либо есть, либо нет. Как я могу вычеркнуть 17 лет жизни и еще 12 лет вот такого вот опыта? Это так просто не проходит. Вы не представляете сколько лет у меня ушло чтобы научиться смотреть в глаза людям, чтобы перестать кланяться, чтобы перестать вот так вот зажиматься, чтобы напляшивать, стрежку сделать, маникюр, макияж. То есть нормальная человеческая жизнь. Я понимаю, что это как бы не самое главное и не атрибуты нормальной жизни, но просто позволить себе вот до сих пор не преодолела хотеть что-нибудь для себя. Вот я захожу в магазин и мне на самом деле ничего не надо. Начать хотеть что-нибудь хотеть вот это как раз да. Вот это проявление депрессии между прочим. Вот так вот так и живем. так к сожалению все еще намного трагичнее чем можно себе представить пишет наш зритель Андрей поскольку христианство и кем как мы его знаем это большой обман. Да я согласна ну как сказать это красивая легенда красивый миф и все было бы хорошо то есть он имеет большое педагогическое значение я понимаю что веками наверное это было полезно дикого человека как-то держать в узде и объяснять ему что Бог есть любовь и в общем подставить другую щеку ну как-то не больно подставляли но если представить себе что из-за этого красивого мифа 2000 лет льется кровище и продолжает литься сколько безумных преступлений было совершено ради этого мифа то как-то его педагогическое значение становится сомнительным так вот я считаю что у мифологии как бы свое место жизнь свое место и хорошо когда человек может выбирать я ничего не имею против истинно искренне верующих людей которые живут по этим заповедям да молодцы и хорошо вот как тут где-то было в какой-то смешной картинке когда стоит Винни-Пух с Библией и написано горе когда искра Божья вспыхивает в голове набитой опилками вот можно сказать что да гениально кто эту ересь придумал про монастырь все пророки кроме Иисуса имели жен да и то про Иисуса не ясно ну давайте теперь все туда пойдем сразу же человечество вымрет молиться надо но надо побеждать грек в жизни а не запираться в стенах где нет соблазна окей да да согласна ну у всех бывает состояние когда хочется запереться это бывает у каждого человека потому что не говорю что есть люди со склонностью в общем-то даже не аутисты но просто не всем ну бывают такие состояния когда человеку где-то уединиться но в монастыре он не уединиться вот в чем дело это только кажется что вот я уйду там буду там один в келье сидеть не будешь ты сидеть ты будешь работать день и ночь это колхоз имени Ленина или не знаю кого еще вот будешь работать и один ты там мало когда останешься это разве что у себя под одеялом ты останешься в одиночестве только спать ты будешь редко под этим самым одеялом и мало вот так монастыри это тоталитарные секты согласна согласна сначала тебе промоют мозги а потом ты будешь работать вот и все пишут еще с такой высоты и в такую грязь упасть помогай Господь хорошая женщина но рогатый сгубил даже не знаю что сказать только не надо за меня молиться пожалуйста займитесь чем-нибудь хорошим цветочки поливайте и с детьми разговаривайте так Алекс пишет Алекс Павлов допрос с пристрастием ничего смешного нет она рассказывает о том как жрецы манипулируют сознанием людей и калечат жизнь речь о целой системе обезличивания душ какому богу они служат явно что цель автора канала не помочь людям он такой же манипулятор только с другой стороны это понятно поздораться ну не сказала не сказала но это мы оставим без комментариев а вот речь о целой системе обезличивания душ вот с этим согласна полностью если вот убрать все вот ну понимаете вот очень сложно дать один одну оценку один диагноз одну формулировку большому-большому явлению там есть разные люди и приходят они с разным и на каких-то этапах да это может помочь но и я не спорю что там есть люди которые на своем месте находятся не благодаря тому что они в этой системе а вопреки тому вот такое есть но я считаю что как-то не хочу я никого осуждать вот пусть все живут как хотят но за собой оставляю право жить так как мне хочется я уже изменилась давно я уже давным-давно вышла из тех рамок я уже давно совсем другая даже вот два года прошло с первого интервью два с половиной я уже с того момента очень сильно изменилась можно сказать я пересматриваю это интервью думаю но я уже другая вот это честно каждый из нас меняется и если когда-то кому-то там было хорошо ну замечательно это не значит что он должен до конца жизни просидеть вот в том же как бы сказать состоянии это невозможно а другая ты стала свободнее да увереннее в себе конечно конечно я говорю у меня каждый год вот вот в этом году весной было 10 лет как я собственно говоря ни с кем не поссорившись ни с кем не поругавшись просто оставила свою одежду я приходила преподавать в монастырь в воскресной школе вела вот и то есть последние годы я там не жила я жила дома потому что у меня очень слабое здоровье вот у меня было как бы послушание приходить петь на клиросе по воскресеньям и в воскресной школе значит я преподавала вот вот в момент когда у меня все внутри изменилось я просто ну оставила одежду там исчезла вот ну поскольку я знаю что есть люди которые объяснили почему я так сделала поэтому я не считаю себя вообще никому ничем никак обязанным это отличие все правильно никто никому не обязан не должен каждый обязан только себе и должен себе прожить жизнь ярко интересно и оригинально спасибо спасибо